МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире о компании Круг Новости. Со обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите... Лестницы к морю в нынешнем сезоне ремонтировать не будут. У городской власти снова нет денег. Одесские наливайки работают свободно. Общественники обвиняют милицию и городскую власть в крышевании преступников. Премьера на Одесской киностудии. На суд зрителей была представлена третья серия фильма Клад или История волшебных апельсинов. А теперь об этих и других событиях подробнее. Одесса вновь без губернатора. Правда, на время. Как сообщает интернет-сайт 048, председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палец ушел в отпуск. Снова второй раз за этот год. Игорь Палец оставил Одессу. Правда, на время. Губернатор области отправился в отпуск. Неоплачиваемый. Правда, уже во второй раз за этот год. Любопытно, что когда Игорь Палец был в отпуске в предыдущий раз, Одесса накрыл снегопад, который парализовал работу города и области почти на месяц. И вот снова Палец в отпуске, а в Одессе неустойчивая погода. С одной стороны, непонятно, чего так устал наш областной руководитель. За последние несколько месяцев он не был замечен какой-либо деятельности вообще. С другой стороны, где найти еще такую работу, чтобы работать можно было два месяца, после чего уходить на несослуженный отдых. Место себя руководить областью Игорь Палец оставил своего заместителя Владимира Кулакова, о котором известно только то, что он бывший регионал и подписывает документы за ушедшего в отпуск Игоря Палецу. Обеспечение безопасности и комфорта отдыхающих не входит в планы городской власти. По крайней мере, в этом году старые лестницы, ведущие по склонам к морю, останутся, как были, в полуразрушенном состоянии. В местном бюджете нет денег. Снимать разрушенные лестницы нам надоело так же, как одесситам и гостям города ходить по ним. Надоело, но приходится. Шанс повлиять на чиновников, конечно, невелик. Если же молчать, они совсем забудут о людях, для которых обязаны работать за регулярно получаемую зарплату. Адреса разрухи все те же. Одна лестница неподалеку от санатория Лермонтовский, другая в Отраде, третья в переулке Каркашадзе, бывшем кирпичном. Тех, кто решится спускаться по ним, в очередной раз предупреждаем. Не вертите головой по сторонам, иначе рискуете эту самую голову разбить. И тогда оздоровление у моря вам уже не понадобится. Юмор черный, но именно он, к сожалению, уместен в данном случае. Очень много людей, одесситов и приезжих ходят по этой лестнице, тем более рядышком санаторий. Поэтому вы сами понимаете. Не мешало бы ее, конечно, подремонтировать, сделать ровной. Лестница? А что можно с ней сделать? Отремонтировать, новую сделать. Тут нужно полностью все переделывать. То есть, если спускаться, это все нужно переделывать полностью, чтобы они полностью были ровны. То есть, люди ходят, к примеру, дети так же сами спотыкаются, падают. На последнем аппаратном совещании в мэрии начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья Вадим Андрусишин похоронил надежды одесситов на курортное благоустройство. Ввиду отсутствия средств в бюджете, не предусмотренных в этом году, выполнение текущего ремонта к началу сезона невозможно. В этой связи управление планирует предоставить к концу курортного сезона 2015 года сметную документацию на их ремонт и при условии выделения средств выполнить текущий ремонт в осенний период 2015 года. Судя по словам чиновника, ремонт вряд ли начнется даже осенью. Ведь он не уверен, будут ли деньги. А если и будут, то сколько? Хватит ли их на одну лестницу или хотя бы на две? Ясно одно. Мэрия не владеет экономической ситуацией в городе. Не может что-либо планировать. Даже такие сравнительно малые затраты, как ремонт лестниц. О чем-то более серьезном и говорить бесполезно. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ. Судя по многочисленным звонкам в редакцию, в Одессе множество проблем с городским хозяйством. Одна из самых кричащих – разбитые улицы и межквартальные проезды. Здесь и отсутствие люков, и зияющие ямы на асфальте. И вообще отсутствие такового. Как на улице Елена, названной в честь одесского большевика-подпольщика Якова Елена. Улицы действительно впору следовать примеру Якова Леонтьевича и уходить в подполье. С глаз долой. Смотреть на нее просто больно. Вообще улица для Одессы не уникальная, но довольно примечательная. Одну ее половину покрывает сравнительно целый асфальт, на другой асфальт и грейдер не валялись. Здесь сплошные ямы и лужи, которые обойти можно только с большим трудом. Лужи, говорят местные жители, это хоть что-то постоянно на этой переименованной сравнительно недавно улице. Они здесь круглый год. Я со своим маленьким внуком выйти погулять не могу. Здесь постоянно вода, постоянно вот такие большие лужи. Выехать с коляской невозможно. Одну коляску я уже сломала. Мы просим, мы живем на этой улице давно и долго. Мы просим, помогите нам своими силами, это невозможно сделать. Мы просим нашего мэра помочь нам. Здесь не то, что машина на это проехать не может. С ребенком все время приходится краем обходить, поэтому болот у нас круглый год просто здесь не просыхает. Я понимаю, время тяжелое сейчас, но хочется, чтобы хоть как-то, если у кого-то есть возможность помочь в этой ситуации, обратили внимание. Потому что реально улица начинается, спартаковская часть, видно средств, кто смог, за свой счет привозили камазы, щебенку засыпали, немного сравняли, ситуация чуть улучшилась. На нашу часть я не знаю, кто когда здесь обратится. Некоторые из местных жителей понимают, в стране сейчас масса проблем, но ведь и они часть этой страны. Поэтому просят у городской власти не так уж и много. Пригнать хотя бы 2-3 машины щебня и засыпать ямы и грязь. А то пойдут майские дождички и люди просто в лужах утонут. Но в конце концов, не кораблики же им пускать по этим лужам. Все знают, что здесь плохо. Ну это, наверное, не один кусочек такой води здесь есть. А просто сильно стыдно, что в деревнях дороги лучше сейчас. Это, по сути, уже не факты многие замечают. Однако, не все местные жители верят, что нынешний городской голова озаботится их проблемой. Примеров игнорирования нынешней мерии людских забот предостаточно. А какой голова? Он уже стал головой, а теперь он задницей повернулся. Ему уже ничего не надо. Он думает, как украсть Трухану. Все. Как выяснилось, на городском сайте Единого центра обращений граждан обращение людей зафиксировано. Определен даже исполнитель управления дорожного хозяйства. Ответ, найдется ли у этой структуры два грузовика-щебня, людям придется ждать до 15 апреля. Впрочем, сразу советуем. Это должны быть не просто грузовики, а грузовики-вездеходы. Иначе машины тоже останутся наелены навечно. Как те лужи достопримечательности. Незаконная торговля спиртными напитками в Одессе процветает. Активисты общественной организации Центр защиты одесситов прямо обвиняют правоохранителей и чиновников в покровительстве преступной деятельности. Центр защиты одесситов насчитал в городе 88 активно работающих точек продажи левого алкоголя. По обращениям жителей, общественники многократно выезжали на места торговли. Фиксировали факты нарушений и вызывали милицию. Стражи правопорядка ведут себя подозрительно. Наряд может приехать через час, а бывало и через три часа. Если даже фальсификат изымают, это ничего не дает. Мы не раз встречали, когда товар, который изымался при наших рейдах милиции, через пару-тройку дней возвращался обратно на эти точки. По нашей информации, даже от самих участковых, они крышуются или непосредственно с райотдела, или с прокуратуры. Стоимость такого крышевания колеблется от 300 до 500 долларов. Наливаечный бизнес развивается не только левым путем. Хозяева и покровители стремятся придать ему видимость законности в обход всех законов. У наливаек начала появляться лицензия на торговлю алкоголем. То есть в нарушении всех лицензионных условий. Как говорят общественники, народ нередко отказывается писать заявление в милицию. Люди уверены, что синие мундиры крышуют преступный бизнес и боятся мести. Правда, иногда терпение лопается. Жители жаловались, жаловались, жаловались. Ничего не происходило, ни милиция, никто не реагировал. В итоге ночью эти две наливайки были разгромлены, практически уничтожены. То есть это говорит о том, что кредит доверия милиции уже в районе нуля, и люди берут ситуацию в свои руки. Но даже по этим наливайкам сейчас поступает информация, что их сейчас начинают восстанавливать. Вывод очевиден. Управление внутренних дел и городские власти не собираются прикрывать наливайки. Это слишком выгодная кормушка для нечистых на руку милиционеров и чиновников. Своим бездействием они подталкивают одесситов совершать самосуд над торговцами. Если такие методы начнут применяться широко, последствия могут быть весьма печальными. Тогда одними наливайками дело не ограничится. Александр Рябиноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». В Приморском суде Одессы состоялся очередной, уже второй по счету, судебный процесс по событиям 19 февраля. Напомним, тогда у стен Одесской государственной областной администрации произошло нападение тетушек на активистов Майдана и журналистов. Досудебное расследование велось по двум уголовным производствам. Милиция занималась расследованием причинения телесных повреждений гражданам со стороны тетушек, а прокуратура изучала действия сотрудников милиции в этот момент. В Приморском районном суде Одессы второе заседание по событиям 19 февраля. Напомним, больше года назад у стен ОГА несколько сот тетушек напали на евромайдановцев и журналистов, избивая всех без разбора. И вот после года досудебных разбирательств на скамье подсудимых Артур Занфиров. По понятной причине в кадр юноша попадать не спешил и от комментариев отказывался. Впрочем, пока он единственный, кому придется отвечать не только за своих собратьев по оружию. Напомним, тетушные войска были вооружены битами, но и за организаторов. Питание стоит, чему сами выполняющие, где организаторы, где замовники всего этого. Это самое болющее и самое глобальное вопрос, что мы хотим увидеть на лаве подсудных, сами организаторов и сами замовники всего этого действия. А так, ну, выполняющий, он вызывает, у меня особенно это жаль. То, что колесо судебной машины наконец завертелось, конечно, радует пострадавшую сторону, тем более, что в течение года параллельно правоохранителем работала комиссия группа 19 февраля, которая занималась сбором фактов и информации по этому делу. Но вот то, что на скамье подсудимых до сих пор отсутствуют организаторы массового избиения, одесских еромайдановцев совсем не радует. Хотя у самих активистов есть уверенность в том, что и отвечать по закону придется в конечном итоге всем. Тем, кто руководил тогда областью, тем, кто входил тогда в руководящую партию. Тогдашнее руководство партии регионов и сам скорый, будучи главой областной администрации, несет ответственность за это. И с него ее никто не снимет никак. Ни он сам, ни его депутатская неприкосновенность нынешняя, когда уже стала эфемерной, потому что мы знаем, что к осени она снимется. Само заседание началось после получасового опоздания и, к сожалению, быстро завершилось. На заседание не явилась сторона обвинения. Причина отсутствия прокурора не объяснялась, а значит, дело снова затягивается. Сегодняшнее заседание показательное. Сторона обвинения соизволила не появиться на заседание. Как это вообще оценивать? Есть закон, есть суд, есть прокуратура, которая должна была бы раскручивать это все дело, разбираться за год, можно было бы это все сделать. Но просто система-то осталась прежней. В результате судьей Анатолием Дерусом было принято решение перенести заседание на 20 апреля. Алена Фомич, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Одесситов, которые не платят за услуги водоотведения, отключают от канализации. Недобросовестные абоненты самостоятельно врезаются в сети и незаконно пользуются услугами «Инфоксводоканал», не платя при этом ни копейки. Сотрудники предприятия вынуждены использовать все доступные методы воздействия на неплательщиков. Жители этого особняка три года назад незаконно врезались в систему канализации. Естественно, никакого договора с компанией «Инфоксводоканал» не заключили. Соответственно, и оплату не производили. Выдавалось предписание, давался ему срок. Но, к сожалению, в установленный срок он так свою канализацию и не оформил. Поэтому мы вынуждены перейти к крайним мерам. Устанавливается заглушка, и в течение считанных минут вода из жилища абонента отводиться перестает. Нарушителю предстоит еще оплатить дополнительные начисления за пользование канализацией. Порядка трех тысяч гривен. Только в этом районе частный сектор жил массива Таирова таких абонентов 10. Для того, чтобы избежать отключения канализации, нужно не так много. Абонент должен составить техническую документацию, предоставить ее нам и начать пользоваться услугой водоотведения. Сейчас Инфоксводоканал проводит инвентаризацию своих абонентов. И в случае выявления случаев незаконного водопотребления и хищения воды, намерен не только штрафовать нерадивых потребителей, но и передавать материалы в правоохранительные органы. Алия Замчинская, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». В литературном музее открылась необычная фотографическая выставка «Ангелы памяти», посвященная 130-летию основания второго христианского кладбища. На фотографиях можно увидеть прекрасные образцы кладбищенской скульптуры и памятников. Однако основной посыл выставки не в ее художественной составляющей, а в том, что и эта часть истории культуры Одессы может уйти в небытие. Второе христианское кладбище, как это ни странно звучит, сегодня один из островков настоящей старой Одессы. Однако его мы скоро можем лишиться. Все больше мраморные шедевры вытесняют гранитные новоделы и золотые терема современных богатеев. Место могилы над гроби известных горожан 19-го, начала 20-го столетий. Сегодня пребывают на грани полного разрушения, благодаря, конечно же, и руководству кладбища, которая, к сожалению, не осуществляет должного ухода за Одесским некрополем. Именно варварское отношение местных властей к памятной культуре и бескультурье памяти стали основным литмотивом этой выставки. Кажется, действительно, наше современное градоначальство забыло, что наше будущее – это наше прошлое в настоящем времени. А в настоящем времени состояние этого островка старинной Одессы весьма плачевно. Надо относиться с уважением к ушедшему человеку, к памяти о прошлом, потому что без веры в то, что тебя будут уважать, когда ты уйдешь в другой мир, жить не очень весело. Памятники находятся в таком состоянии. Это, конечно, для одесситов, я считаю, что это позор. И нужно, чтобы наши власти обратили на это внимание, потому что надо уважать наших предков, которые для нашего города, то есть для нашей жизни, столько сделали. Говорят, кладбище – это город мертвых. Если нынешние руководители города не позаботятся о том, чтобы у Одессы сохранилась память о ее предках, то уже нашим потомкам будет нечего вспомнить о нас, сделавшим Одессу мертвым городом. Алена Фомич, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Премьера на Одесской киностудии. На суд зрителей была представлена третья серия фильма «Клад или история волшебных апельсинов». У одесских кинематографистов большой опыт создания именно детского кино. И вот, наконец, традиции возобновились. Съемки проходили в Воронцовском дворце, на Одесской киностудии, во Дворце моряков, в Одесских катакомбах и даже на Новом рынке. На премьере побывала и наша съемочная группа. В конце прошлого года на Одесской киностудии показали первые две серии фильма. Создатели ленты с нетерпением ждали премьеры третьей части. Вместе со всеми новый фильм смотрели и актеры, снимавшиеся в фильме. Больше всего, наверное, волновались главные герои – дети. Саша Шупников рассказывает, на съемочной площадке было интересно, но далеко не всегда легко работать. Ну, у каждого были ошибки, но мы их преодолевали, эти преграды. Поснимали весь фильм и озвучивали. Вообще, я хочу стать гонщиком, но мама увидела, что у меня пропадает актерское мастерство. Она меня дала на актерское мастерство. Кроме начинающих талантов, в сериале снимались и известные одесские актеры. Ирина Токарчук говорит, очень рада, что в Одессе, наконец, начали снимать детское кино. У нас студия, она действительно раньше славилась детскими кино. У нас режиссеры, которые, к сожалению, уже ушли. Сколько я переснимала с детских фильмов. И мы актеры это очень любим, это интересно. Это действительно не легко, потому что дети всегда переигрывают взрослых. И это спасибо создателям этих фильмов. Актриса надеется, что в будущем фильм можно будет посмотреть и в эфире одного из телевизионных каналов. Кроме приключений четырех друзей, лента рассказывает об истории Одессы и любви к своему городу. Дети вот именно в этой серии сегодня попадают в прошлое и спасают город. Когда город должен передать Петербург апельсины, чтобы получить кредит, они как раз спасают город, чтобы предотвратить заговор. Они искренние, они замечательные. И Станиславский еще сказал, дети всегда на сцене, они на успех предрасполагают постановку. Ну а кино тем более. Рады премьере не только дети, но и их родители. Мультики и фильмы сомнительного качества сложно назвать развивающими. Поэтому ленту, несущую добро и любовь, встретили на ура. Мне очень нравится, что у нас наконец-то возродилась такая прекрасная инициатива снимать детские фильмы. Эта ниша очень долгие годы была пуста. И я с удовольствием вместе со своим ребенком жду премьеры этого фильма. Скажи, а ты чего ждешь? Красоты и счастья. Это смотреть надо всей семьей, чтобы родители порой не знают, чем занимаются их дети. В этом кино они могут узнать, чем занимаются их дети. Алия Замчинская, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Этой новостью мы заканчиваем наш выпуск новостей. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Ну а мне остается пожелать вам всего самого лучшего, только отличных новостей. Всего доброго. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 4 апреля в Одессе ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5 тепла, днем 7-12. Продолжение следует...